Друзья, всем огромный привет, мы с вами продолжаем играть в Пиксарк, и как помните в прошлом выпуске, я потерял несколько птеров в попытках добыть металл, ну точнее железо. И естественно, я решил сразу себе приручить несколько птеров про запас, то есть один у меня есть, один сейчас должен вот-вот приручиться здесь, я надеюсь, что все будет хорошо. Один, о, отлично приручился, один летает, и еще двое лежат. То есть сейчас на самом деле, сейчас у нас с вами сразу должно появиться три птера, плюс один был, а вот седло-то я с тебя забрал, в которое один был. Объясни мне, почему ты мне не отдаешь седло, потому что скорее всего сначала нужно снять, а потом забрать, все понятно. Вот этого момента я на самом деле не знал. И собственно говоря, в этом выпуске я хотел бы приручить себе кого-нибудь большого, чтобы можно было собрать в большом количестве как раз железо, притащить его сюда в этом большом существе. И единственный большой, кого так на скидку могу представить, кого можно легко довольно-таки приручить, это процаротерий, так что обязательно сегодня с вами его приручим. Вот у нас с вами здесь 46 уровня птера, мне кажется это вообще максимально хорошая особь, которую сейчас можно было здесь приручить. Все хорошо, все у нас с вами здесь, секундочку, давайте сейчас быстренько вытащим этого птера из дома, потому что он там не должен стоять, на самом деле там он мешается. И на самом деле я сегодня также хотел бы приручить Аргентависа, все по тем же причинам, просто чтобы у нас было существо, которое может носить большое количество веса. А для чего он мне нужен? Чтобы добыть большое количество песка, сюда привезти, из песка естественно сделать уже, как называется, стекло. Так, секундочку, я хотел закинуть сюда древесину, ей зажечь огонь, сделать по максимуму индейку, чтобы у нас с вами была какая-то еда, потому что еды совершенно нету, просто пускай будет, но я так понимаю, что она довольно-таки неплохо восстанавливает голод, то есть неплохо вот тебя подлечивает. Итак, здесь мы с вами всех зачистили, стекло мне нужно в основном для строительства, потому что часть базы будет стеклянная, я думаю, что именно та часть, которая будет связана с водой, ну может быть что-то и надземное тоже будет стеклянное, это все нужно сейчас еще будет протестировать. Все, кожу я себе раздобыл, кожу я себе добывал для того, чтобы сделать как раз железную броню, у нас с вами поплавились железные слитки, то есть можно сейчас быстренько их забрать из верстака, точнее из верстака, из плавилки, забираем их отсюда, идем в верстак и в первую очередь нужно железную броню выучить, вот она, нет, это медные, вот эти железные, потому что они нам с вами будут давать довольно-таки большое количество брони, гораздо больше, чем то, что у нас с вами сейчас есть. Так, и все-таки нет, кожи здесь нужно гораздо больше, кожи нужно просто огромное количество, кстати, кожаную броню, я не могу ее никак разломать, да, досадно, ладно, подожди, давай-ка сначала с тобой все выложим, кожи просто нужно сотни, а добывается совсем чуть-чуть, ну что, может быть три цератопса попытаться укусить, сколько у меня здоровья? 200 единиц, маловато будет. А урон всего по 59, утройкость, не ошибаюсь, тоже здоровье примерно такое же, ну в принципе ладно, давай куснем, 100, тихо, зараза, поворачивается в мою сторону, давай за ним, за хвостом, камон, вот ведь гад, значит так вынослить закончится. Нормуль, все забил, фух, я думал сейчас с вами здесь и скончаемся таким образом, так, а кожа я сколько себя получил, 26 в общей сложности, но это не фонтан, давай еще немножко урона, ладно, мне кажется гораздо проще гасить, я не знаю, там дронтов тех же, все-таки терчика какого-нибудь попытаться сгасить нет, он улетел. Ну что, я подсобрал 120 кожи, я надеюсь, что этого-то мне хватит, потому что броня и штаны это самое дорогое, все остальное должно быть подешевле, в принципе, ну к секунду, здесь у нас с тобой было железо, погнали, давай еще раз, броня, железо, штаны, секундочку, 40 кожи, 7 слитков, на самом деле вот кожи прям очень много нужно, слитков мало, кожи дофига, а здесь по 25, и мне всего хватает, зашибись. То есть мы с вами только что сделали себе полностью железную броню, и теперь на самом деле практически никто вот из таких стартовых существ нас не сможет пробивать, ну, точнее им это будет делать гораздо сложнее, выглядит она, конечно, не так прикольно, как кожаная, но зато гораздо лучше так. Это все с вами сюда скидываем, железо тоже скидываем, мне сейчас нужно, наверное, да нет, этого у меня хватит, мне нужно подсобрать наркоберри, я думаю, что знаете как, все-таки вручную, мне кажется, вручную это будет собирать гораздо быстрее, потому что я пытался на трицератопсе собирать, и что-то он в огромном количестве собирает всякие, семена и прочую ерунду, а вот с наркоберри, как-то у него совсем беда. Чтобы сделать седло на процеротере, нам с вами нужно раскачаться до 50 уровня, ну, когда мы посмотрим, что у меня сейчас происходит. У меня 42, понятно, то есть я сейчас его приручить не смогу, это досадно, а аргентавис, ладно, хорошо, пускай будет аргентавис, хотя бы его приручить, аргент, нет, секундочку, не так, вот так вот, наверное, металлургии 45, то есть вот это уже более реально, у нас с вами 42, нужно сейчас с кем-нибудь так нормально зарубиться, немножко повоевать, и мы с вами, естественно, раскачаемся. Только в первую очередь делаем еще побольше немножечко как раз обычных стрел, мне не хватает древесины, я думаю. Ты смотри, какой красавец, какой ты иглобрюх, ну-ка подожди, убери все из рук. Дикая, окрестность океана, его можно приручить, но, чего он сейчас там делает, куда он уплыл? Вау, я бы хотел себе такую зверушку, интересно, смогу я его глушить, приручить, но он просто вот здесь вот где-нибудь. Я так понимаю, что, скорее всего, я седло на него не смогу сделать, но, блин, просто обзавестись себе такой зверушкой, было бы неплохо. Все, он спит. В два выстрела. Давай поближе. Ну, пожалуйста, ладно, плевать. Вроде я не вижу сейчас никого больше агрессивного, вот там и голодон был. Секунду, мясо. Я надеюсь, что он быстро приручается. Давайте сейчас пока что отсюда выплывем, потому что мегалодоны могут... О-о-о, там морской дракон или что-то типа того. Так вот, потому что мегалодоны могут сагриться и приплыть сюда, так что не будем их провоцировать и посмотрим. Иглобрюх. Ну-ка. Гигантский это не то. Металлургия, промышленные навыки. А, естественно, я неправильно написал. Может, на нем можно ездить просто так, без седла, как вариант? А он приручается, отлично. Все хорошо. У нас с вами появляется наконец-то игл... Да, можно ездить без седла, смотри-ка. Секунду, что такое? Почему я получаю урон? А, понятно. Удильщик. Ди нафиг отсюда. Он у меня по 60 дамажит, представляешь? Я его по 29. На правой клавише мыши я раздуваюсь и стреляю иглами. Ну-ка, давай еще раз. Ну, давай, пожалуйста. Зараза, он сейчас сдохнет таким образом. Нужно его отличить. Давайте всплывем, а то я задыхаюсь. Вот, хорошо. Отлечим немножко. Эй, ты чего делаешь? Стой. А, наверное, не так. Наверное, вот так вот. 389. Урон повысим. Вроде у меня кислород восполнился. Ты посмотри, насколько это круто. Так, я просто хочу попытаться при помощи иголок мегалодону засандалить. Ну-ка, зажимаем правую клавишу мыши. Он же на правую клавишу мыши это делал. Клавиши Си, смотри, что творит. Подожди, я не понял, как мне отменить. Это жестоко. Ну-ка, еще раз. Клавиши Си. Нет? Давай! Врубай! У меня кислород заканчивается. Камон! Врубай! На правой клавише мыши плевок. Но довольно-таки редко. Довольно-таки редко плюется. Сейчас ему хана будет. Ладно, я тебя понял. Ты иди нафиг. Но, как понимаете, труп здесь был вообще расстоянием вытянута руки, если так можно выразиться. Секундочку. Доступ к венитарю. Забрать все. Всплываем. Всплываем, всплываем, всплываем. Секунду. У нас с вами абсолютно все есть. Я имею в виду все стрелы по новой нам вернулись. Вот это поставим сюда. Ага, это обычная стрела. Я просто хотел сделать другое. Я хотел с ними повоевать. По большому счету, они ничего сделать не могут. Потому что они же не могут выползти оттуда из-под воды. Ну же! Сколько у тебя здоровья! Плюс уровень. Последний выстрел. Все. Мы получаем с вами 45 уровень. Замечательно. Наконец-то. И теперь-то можно отправляться искать аргентавеса. Я не думаю, что у нас возникнут какие-то проблемы. Тем более в такой броне. Все будет хорошо. И если не ошибаюсь, аргентавесов я видел где-то недалеко. Здесь, вон, пожалуйста, еще огромное количество железа. Блин, красота. А, это мне нужно было для того, чтобы выучить аргент на него седло. Секунду. Ну-ка еще раз. Аргент. Делается оно в металлургии. Нам понадобится кожа, медные слитки и мех. Хорошо, это вообще не проблема. Самое главное сейчас его приручить. Как видите, я здесь уже бывал. Поставил здесь для обтерчика небольшую вышку. И вот где-то здесь я абсолютно точно видел аргентавеса. В прошлый раз для аргента, как помните, я строил ловушку. В этот раз, я думаю, мне это не понадобится. Секундочку. Нормуль. Стоять. С вами будем просто максимально аккуратны. Ох, хорошо. Ох, хорошо. Сейчас ему прилетело. А сколько оглушений у тебя? 948. В принципе, мясо вон лежит совсем рядышком. Если я сейчас не буду цеплять аргента, просто загрызу эту ужасную птицу. Ну-ка. Теперь добываем с нее мясо. О, мех добывается. Прикольно. Мех нам с вами пригодится. 8 кусков. 5 меха, 7 кусков. Хорошо. Я у тебя частично все это дело заберу, чтобы ты все не схомячил. Я тебя знаю. Я вот там вижу марилатопсов. Я вот, честно говоря, не помню, раньше были марилатопсы или нет. Нет, возможно, были просто. Я как-то не обращал внимания на них. Они агрессивны только, когда их несколько. Только, когда у них есть пара. Но на самом деле, мне кажется, мы справимся. Слушайте, нифига себе в марилатопсах ресурсов. Я продолжаю потихонечку собирать отсюда мясо. Жалко, что обычными укусами плохо собирается. То есть, приходится делать пролеты. Но мяса здесь прям реально очень много. Все, хорош. Это был последний кусочек. Аргентайвис приручился. Так, ну теперь тебя нужно отсюда вытаскивать. Давай смотреть, куда нам лететь. А лететь нам вот туда. Выносливость я себе подкачал. То есть, с этим никаких проблем быть не должно. Надеюсь, что мы с тобой долетим в ту сторону. Ладно, полетели потихонечку. Остановимся, глянем, что у нас здесь с вами в дроби. Я надеюсь, сейчас сразу никто на меня не кинется. Потому что это гребанное болото. Здесь постоянно сразу кто-то прибегает. Ну-ка, давай прям быренько все сделаем. Секунду. Что ж ты делаешь? Я говорю, быренько. Доступ к инвентарю. Забираемся отсюда. Магический камень. Седло на кого-то там. На кого седло? Седло, седло, седло. На крифона. А, точно. Защитное покрытие полотна. Я, честно говоря, даже не знаю для чего. Просто полетели с вами. Что, не летим? Летим. Все хорошо. Полетели домой. Там уже будем разбираться. До дома осталось совсем чуть-чуть. Хорошо, что здесь водятся кролики. Потому что вот именно снег собирается мех. Мне еще и меха на самом деле не хватало. Вот теперь, если не ошибаюсь, все. 40-40. Еще раз давайте. Аргент. Аргентавис. Металлургия. Седло. Мы выучили. Вот оно. То есть быстренько его себе крафтим. Все лишнее, естественно, убираем. Лишнее седло на грифона, например. Вот это вот все добро. А, я пока что не могу сюда. А, у меня везде все полностью забито. Может быть здесь есть место. Ну, пожалуйста. Игра. Да, вот здесь немножко есть место. Хорошо. Сюда все с вами лишнее скидываем. Так. Копья на самом деле вообще долой. Все отлично. Это тоже пока что сюда. Что это такое вообще? Эссенция магического камня воды. Требуется для посох подмастерья или жезл мастера. Прикольно. Это мы с вами будем потом разбираться. Ягоды опять же уберем. И погнали проверять, какие статистики у Аргента. 1000 здоровья, 800 выносливость, нагрузка 540, скорость 100. Но на самом деле нагрузочку мы сейчас с вами прокачаем в первую очередь. Ты сильный? 71. Ну, в принципе, неплохо. Хорошо собирается мясо. Блин, это действительно мощное существо. Ты смотри. А где здесь грифон спаунится, вы говорите? Я совершенно завол. Нет, кстати, серьезно. Подскажите в комментариях, где спаунится грифон. Если не ошибаюсь, вроде в магических землях. 100% не помню. Естественно, в огромном количестве собрали мясо, в огромном количестве собрали кожу, мех. 90 кожи собрали. Шикарно. И давай тебе прокачаем в первую очередь нагрузку. 648. То есть мне сейчас нужно найти пустыню. У него пустыня, честно говоря. Вот я сейчас удивился. Но она прямо есть где-то здесь, недалеко в море. Я мимо нее прилетал. Вот здесь. Дело не в пустыне, дело в песке. Мне нужен песок. А что с выносливостью? Ах ты черт. Ладно, летим. Вообще шикарно. Сразу у нас с вами получается пустыня, зеленый дроп. То есть мы с вами песочку прикопаем. И отсюда все соберем. Ну-ка. Я надеюсь, что я смогу так по-нормальному сюда подплыть. Да, хорошо. Быстренько все подбираем, это добро. Окей. И это деревянный стол. Но это как раз украшение. И этим будем потом заниматься. Почему мне раньше все эти вещи не попадались? То есть буквально 20 секунд. У меня 1200 песка. Он действительно весит прям очень-очень мало. Мы даже половину груза с вами не забили. А это всего получается где-то, наверное, 220-230 веса носимого. Так. Сколько нужно песка на стекло? Я, честно говоря, не знаю. Но сейчас мы это с вами посмотрим. Кто там у меня рядышком? Что это такое? Богомол? Класс. Разбираешься здесь. Были богомолы? Я не помню. Мы, возможно, были. Я просто этого дела не помню. Тут также у нас с вами есть всякие, не знаю, скорпионы. Мы с вами сейчас приручать скорпионы не будем. Мы просто его забьем. Опять же, хитин с него получим. А что ты такой крепкий? Зараза, у нас набирается оглушение из-за этого. Подкачаем тебе еще немножечко носимый вес. 700, окей. Перекидываем все это дело сюда. Кстати, раз у нас с вами еще так много носимого веса, можно заодно еще немножко металла собрать. Просто, когда мы с вами плавим железом, мы получаем очень большое количество опыта. Плюс я предлагаю зарубиться с этим аргентом. Ну, вообще, все. Сейчас немножко здесь подгрызу. Еще немножко подкачаю своего аргента. Нормально. Хорошо. Итак, я тут начал немножечко преображать территорию. То есть, именно для этого я летал за песком, чтобы начать вот это делать. На самом деле, поплавилось песка уже довольно-таки много. Ну, не так много. Но, на самом деле, у меня получается тысяча плавится здесь. Тысяча плавится здесь. Плюс, должен был поплавиться весь... Нет, почти весь металл поплавился. Как видите, можно плавить одновременно и песок, и металл. То есть, с этим здесь все очень неудобно, на самом деле. Так, и я хотел расширить эту стену. Ну, то есть, я буду все это дело перестраивать. Но, есть один маленький нюанс. Я вспомнил, что у нас с вами есть возможность ловить фиомий И сажать их в специальные как вольерчики или что-то типа того А также дудошек, ну здесь они названы дронты Так что нам с вами нужно, если не ошибаюсь, 4 или 6 дудошек, что-то типа того Давайте сейчас быстренько с вами всех приручим Секундочку, опять же фиомий приручим Пускай будет стоять Думаю, что двух фиомий нам с вами хватит, потому что есть дома еще одна Вот у нас с вами гнездо дронта Нужен соломенный фундамент и деревянный забор Так, это на самом деле все очень просто Соломенный фундамент Мы с вами делаем, если не ошибаюсь, сколько там, 8 штук И делаем как раз деревянное гнездо для дронтов Давайте посмотрим, что оно может делать Потому что мне кажется, оно просто для того, чтобы добывать яйца Сложно сказать, честно говоря, не помню Будет оно у нас пока что временно стоять вот здесь Вот если что, мы с вами сможем пересадить Давайте возьмем дронта И секундочку, а как, я разве тебя не могу взять? Не могу взять, это все делается прямо здесь То есть мы с вами открываем инвентарь Поймать дронта Раз, сколько там можем поймать? Секундочку, мне нужно, видимо, подвести его поближе И все же, если не ошибаюсь, можно его как-то нести Агрессия, агрессия, стерилизация Превратить в пикс-куб, смотри Точно Бунц, мы его подобрали Тебя тоже превращаем в пикс-куб Все, я вспомнил, как это делается Это действительно чертовски удобно То есть так их можно спокойно перетаскивать Как я мог про это забыть? Я аргентависа сюда тащил Ну, на самом деле, он довольно-таки быстро летел, так что ничего страшного А потом мы с вами их разворачиваем Все отлично Это действительно работает Правда, вроде как эти пикс-кубы довольно-таки много весят Так, быстренько с вами поймать дронт Поймать дронт Все, они здесь сидят Вам какая-то еда нужна? Топливо Я так думаю, что в качестве топлива должна идти солома Нет, не солома Ягоды? Да ягоды, наверное Какая солома, черт побери Секундочку Давайте возьмем ягоды из трайка Трайкушка, отдай мне, пожалуйста Ну, хотя бы вот это вот Закидываем с вами сюда точно ягоды Все правильно Секунду Нет, не так Это пошло сюда И произвести яйцо В общем, осталось времени 7 часов 9 минут Я так понимаю, что настолько нам хватит с вами ягод И они все это время здесь будут производить яйца Все, хорошо Следующий загончик такой же у нас с вами есть для фиомии Глиняный потолок Один, а, один из трех Я просто не заметил, что там три написано Солома Вот они как раз едят солому Я помню, что кто-то соломы ел Закидываем им солому Произвести яйцо Неужто яйцо? Разве фиомии будут яйцо производить? Я думал, что они фекалии будут производить Или что-то типа того Давайте сейчас с вами закинем сюда еще немножко соломы Ладно, посмотрим, что они будут делать Кстати, дронты Они что-нибудь произвели уже, нет? Да, как раз появляются яйца А вот здесь я хотел немножечко убраться И так как мне постоянно не хватает наркобери Вот именно здесь я хотел их посадить Давайте быстренько это сделаем с вами Так, секундочку Быстренько с вами высаживаем Я думаю, что в 4 в ряд будет достаточно Ах ты, господи Они быстро исчезают Секундочку А это значит, что в первую очередь сюда нужно было провести полив А, секунду Где у нас с вами это все находится? Вот, если не ошибаюсь Нам нужно с тобой вот это построить Кран построить И дальше как раз сам водопровод Попытаемся сейчас проложить сюда водопровод Я не знаю, получится или нет Давай Вот это пошло сюда Но это кран Вот это вот впускная труба То есть это должна быть в воде, я так понимаю Ну-ка Нет? А вот так вот? Во, вот так вот, все Отсюда пошла вода А обычными трубами мы с тобой на самом деле Делаем Такую прокладку Либо Развернуть не могу Не могу Секундочку А если вот такая штукенция? Вот, хорошо Вот Вот так вот это дело поворачивается И теперь мы с тобой делаем На самом деле нет Высоковато Нет, ладно, нормально Вот так вот Разворачиваем на букву Q Все замечательно Все это работает Я просто честно говоря Если не ошибаюсь В прошлый раз водопровод построил Но типа такой Не знал я, что сквозь блок нельзя проводить Теперь буду знать Итак Нужна еще одна вот такая труба Дальше мы с тобой делаем поворотную Или Или еще одну Наверное давайте сейчас еще одну трубу поставим Обычную Вот такая Теперь пошла поворотная И теперь быстренько их еще крафтим Давай Раз, два, три Но честно говоря Мне кажется стоило бы А здесь нету разветлителя Можно только вот так вот построить Ладно, потом разберемся И вроде как у нас с тобой вот эта штука Вот Она вешается куда угодно То есть можно вот так вот постоянно их На протяжении всего водопровода расставлять Так, хорошо И вот теперь-то нам с тобой здесь нужно посадить семена Потому что все предыдущие пассивы Они просто-напросто исчезли Из-за того, что не приходила вода Вода идет здесь и здесь Давай Если не ошибаюсь Мы можем по пять в ряд строить Таким акарм У нас сейчас с вами появится хорошая плантация Наркоберри У нас с вами больше не будет с ними проблем То есть у нас будет нормально все как раз С усыпляющими стрелами Вроде как все должно быть хорошо Это просто Этап саженцев Тип культура нарко-ягод Статус полита Статус полита Все хорошо Самое главное, чтобы была вода То есть естественно они здесь будут прорастать Я таким образом хотел все это дело еще больше расширить Я честно говоря немножко поспешил Вот с этими воротами Но их вроде как Да, их можно подобрать То есть на самом деле они чертовски дорогие Потому что Они стоят по постройке Сейчас скажу Тысяча триста древесины И шестьсот пятьдесят камня То есть сначала нужно было это нафармить Но слава богу, что у нас с вами здесь довольно-таки большое количество древесины И много древесины там как раз в болоте И я вот этот домик скорее всего отсюда уберу Дронтов переселю В какое-нибудь другое место Потому что мне кажется здесь им не место И здесь будут еще поля Ну то есть у нас все это с вами будут поля Здесь будет небольшой дом Небольшой вот здесь вот будет бассейн Ну точнее здесь прокопаю И тоже будет такой стеклянный бассейн В который мы с вами будем сажать наших животных Ну на самом деле будет довольно-таки большой я думаю Правда стекло Что там со стеклом? Стекло потихонечку плавится Я надеюсь что можно еще заказать Ну-ка секунду Уголь заканчивается Я тебя понял Хорошо Давай немножко угля сюда И кстати здесь у нас удобрение Удобрение высокосодержания азота способствует росту растений в рассадах Секундочку А я должен как-то вот это вот Как-то это использовать где-то Или мне нужно Подожди Я просто не понимаю Воу Да Действительно смотри что оно делает Я подхожу Прожимаю И он растет Секундочку Я просто этого не понимаю Честно говоря Да нет 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 Просто у него видимо Применение идет сразу по большой площади Все хорошо Как видите он действительно расходуется Я вот сейчас подхожу Прожимаю Идет расход Они там потихонечку подрастают Что у нас с тобой происходит Давай-ка уберем из рук вот эту фигню Ну-ка Это просто Ладно На самом деле можно дальше прожимать Но я думаю что к следующему выпуску Здесь уже появятся ягоды На этом пока что все Если вам понравилось пожалуйста поставьте лайк Не забывайте подписываться Чтобы не пропускать новые выпуски Удачи друзья Пока Увидимся в следующем Субтитры сделал DimaTorzok